Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Раннее утро пятницы, я едва продрал глаза, а началась уже та движуха, которую все мы ждали. Вот эта черная пятница, если вы не знаете где она у вас на телефоне, либо на компьютере прячется, то там где у вас сезон плеяда сияет, там где у вас просмотры трансляций, появилась еще одна закладочка. В этой черной пятнице, ребят, есть штучные предложения и есть, допустим, ящик «Собери их все», которые можно брать до бесконечности. Брать эти товары можно за купончики с знаком процента. Где взять эти купоны и, в принципе, что вас ждет вот здесь? Вот здесь вас ждет Химера, когда вы ее себе приобретете за 400 вот таких купонов, то вместо нее следующей машиной, которую вы сможете забрать уже за другой ценник, само собой, будет Чейр Футур 4. Это средний танк девятого уровня. А когда вы пройдете вот этот средний танк девятого уровня, его тоже себе заберете, и у вас в коллекции будет уже Химера и Чейр Футур, то тогда там появляется новая машина. Это 114 СП-2. Обзор на данную тачку я уже снял, он есть на канале, и ссылочку я обязательно положу в описании. Едем дальше. Что касается того, что еще есть. За купоны также вы сможете покрутить вот эту рулетку, в которой можете попытаться забрать себе WZ-121GFT. Для того, чтобы пройти полностью всю рулетку, здесь надо очень много купонов, это действительно факт. Целое 1537, и это действительно дофига. Мне кажется, что даже не хватит всех машин, которые есть в магазине, за голду, для того, чтобы можно было забрать себе данную машину абсолютно гарантированную. Я говорю про WZ-1. Дело в том, что в каждом из вот этих вот наборчиков, ну почему наборчиков, потому что здесь идет машина, открытое все оборудование, слот в ангаре и плюс купоны. Так вот, покупая вот эти тачки за голду, ребят, вы получаете определенное количество купонов. Как вы видите, самое большое количество купонов, понятное дело, на десятках. Здесь идет 285 купонов на объекте 268.4, и на клинке у нас идет 265 купонов. Дальше идет на уменьшение. Так вот, здесь, если прикинуть, ну, надо как минимум половину тачек купить, если не все, для того, чтобы собрать 1537 купонов и, соответственно, забрать себе еще WZ-1. Понятное дело, что кроме вот этих наборов за голду, если вы заходите с телефона, если вы заходите через Steam, то у вас здесь еще будут предложения за реальные деньги. Их мы сейчас не рассматриваем. Все-таки все мы ждали данную черную пятницу для того, чтобы поживиться тачками по скидке именно за голду. И многие эту голду экономили. Поэтому давайте пройдемся по каждой машине. Я выскажу свое мнение по поводу ценника. Ну и буду от себя лично высказывать мнение в отношении того, я рекомендую или нет. Не то, чтобы я был суперэкспертом, я просто буду говорить, что, по моему мнению, действительно совпадает по цене-качеству. Давайте будем начинать с самых нижних уровней, с самого дешевого, для того, чтобы зацепило, в первую очередь, тех зрителей, которые имеют на счету у себя не такую уж большую сумму по золоту. Итак, первая тачка за полторы тысячи вам предлагают СТРВ 74А2. Крайне картонная машина, но обладает барабаном. Полторушку свою она однозначно стоит. Это не фармер, это больше в коллекцию, потому что там все-таки шестой уровень, как ни крути. Но так или иначе, свои полторы она действительно стоит. А вот стоит ли ее покупать, здесь вопрос другой. Кстати, ребят, забегая наперед, на все вот эти вот тачки обзоры у меня на канале есть. Абсолютно честные. И ссылки на обзоры эти я положу обязательно в описании. Единственное, что, если я правильно помню, то буквально на одну машину из этих всех тачек, если я не ошибаюсь, то на ТС-5 у меня честного обзора на канале нет. Если на какую-то тачку обзора честного на канале нет, я обязательно его доснимаю и выкладываю буквально сегодня. Поэтому практически все тачки вы однозначно найдете в описании. Ну а что касается того, что не достает, обязательно будет доснято. На СТРВ 74А2 обзор честный и абсолютный точно есть, поэтому переходите, смотрите. Кромвель Б. Раздавали бесплатно, продавали за голду. 2000 своих он стоит, но я бы сказал, что с очень большой натяжкой. И не рекомендую его приобретать, потому что чего-то там суперкрутого он не принесет. Хотя, повторюсь еще раз, в голом состоянии 2 косаря, цена адекватная. Крайне адекватный ценник, особенно для коллекционеров, на Титана H&D. Которого продают гораздо дороже, его продавали на аукционе. Я его покупал больше, чем за 3000. И стоит отметить, что ему не нужен никакой нелегендарный каму, ничего, потому что он так легендарно выглядит. Машина с дополнительной механикой, когда теряете менее 50% своего ХП, у вас впереди закрываются вот эти вот все дополнительные экраны, которые добавляют вам бронирование спереди. Но это не панацея. Сама тачка довольно неплохая, но немножко скучноватая. Он очень медленный, и я бы не сказал, что прям слишком тяжело разбираемая машина. Хотя, 3 косаря своих тоже стоят, точно так же, как и с ТРВ. Что касается блохи. 4000. Ну, я бы сказал, что не очень. Вообще, нормальный адекватный ценник на данную машину 3500. Машина веселая, классная, быстро летает по карте, крайне быстро перезаряжается, имеет очень точное орудие. И мне, в принципе, очень нравится, как ПТшка и как машинка для фана. Но, все-таки, не так уж часто вы будете на ней играть. Поэтому 4000 за нее отдавать все-таки не стоит. Если и покупать ее, то, может, на каком-нибудь аукционе, если цена упадет ниже 4000. Но это мое скромное мнение. Вы свое пишите обязательно в комментариях. ЛТ-432, ну, очень сильно удивляет своим ценникам. Это легкий танк 8 уровня, премиумная машина. Те, кто играют на легких танках, в чем-то хвалят, в чем-то не очень. Хвалят за то, что действительно подвижный, низкий силуэт. Но при этом, ребят, машина по размерам не как легкий танк, а все-таки немножко больше и больше приближается к средняку по размерам. Хотя, в целом, ребят, за пятерку я бы вполне спокойно взял эту машину, если у вас есть любовь к легким танкам, но нет легких танков на 8 уровне. Что касается 6000 для Шкоды МТ-27. Машина, требующая сноровки, у него барабан, который довольно долго перезаряжается, но очень быстро стреляет и быстро перезаряжаешь снаряды между собой в самом магазине. 6000 эта восьмерка стоит однозначно. И я бы сказал, что она больше подойдет тем ребятам, которые играют на ЛТ, хотя она не сильно подвижная. Почему так? Потому что Шкода очень неживучая машина. Она очень картонная и, соответственно, на ней долго продержаться в бою сложно, ну и, соответственно, сложно реализовать максимальное количество барабанов. Хотя, если вы реализовываете 3 или 4 барабана за бой, то вы на первом месте в команде по урону однозначно. Вот такая вот странная машина. И стоит все-таки сначала посмотреть честный обзор от меня, который есть в описании к видео, а потом уже принимать решение, стоит ли ее покупать. Потому что машина действительно не для всех. Т-54 образец первый. Но довольно интересная машина, давно в игре. Она далеко не уникальна, ничего супер парадоксального и нового не приносит. 7 тысяч, ну только для тех, кто любит спокойный плюс-минус геймплей и не ожидает от машины, что она чем-то удивит. Да, действительно дешевле, чем в основном машину продают, но дешевле где-то на 500 голды. Поэтому я бы не сказал, что это прям какое-то жирное предложение. Точно так же, как и Центурион МК-5 дроп-1. Машина хорошая, хорошо забронированная башня, довольно скорострельное орудие, довольно неплохой урон. Я бы сказал, довольно живучая машина, если грамотно на ней играть, а особо грамотно на ней играть. Там сложного ничего нет, главное не подставлять борта и корму. И в целом будет тебе счастье. Очень точное орудие, но машина, в принципе, стоит в основном в голом состоянии 7,5, и поэтому здесь тоже, грубо говоря, экономия где-то 500 голды. Хотя, если сравнивать, допустим, все восьмерки средние, которые есть сейчас на продаже здесь, то я бы сказал, что самое адекватное сочетание цена-качество как раз идет на Центуриона МК-5 дроп-1. Понятное дело, что в выборе между, допустим, там, Шкодой и МК я однозначно рекомендую брать МК. В выборе между кем угодно и МК, я имею в виду из средних танков, которые есть сейчас на продаже, да, и в том числе, наверное, и легких, потому что ЛТ-432, ну, очень сильно похож на средняка, то все-таки голосуем за Центуриона. На второе место я бы поставил все-таки, наверное, Т-54, он более простой в использовании. На третье место Шкоду Т-27, ну, и дальше уже там по списку. Что касается ТС-5, 7,5 тысяч, я считаю, что для данной машины, которая предлагает вам абсолютно нудный, заурядный, ничем не интересный геймплей, да, хорошо забронированная машина, но это не то, абсолютно не то, за что я бы рекомендовал отдавать 7,5 тысяч. Серьезно. Скучно, нудно, да, хорошее орудие, да, хорошая броня, но, блин, унылая подвижность и одинаковый геймплей от боя к бою, ничего не приносящего интересного, это, по-моему, ребят, не про нас. Поэтому 7,5 тысяч за ТС-5, хоть это и дешевле, чем в основном ее продают, но все равно неинтересно. Эмиль 1951 вышел на продажу условно дешевле, нежели предложение, по которому он всегда выходит на продажу. Последний ценник, который я помню на него, это было 8,5 тысяч, поэтому экономии здесь всего лишь 500 голды. Дальше определяйтесь самостоятельно, нужна вам эта машина, ну или не нужна. Что касается Тайпа 57, Тайп 57 продавался вообще, ребят, за 10 тысяч золота в голом состоянии, поэтому можно сказать, что данное предложение, в принципе, гораздо выгодней, нежели те, по которым он выходил на продажу ранее. Машина, я бы не сказал, что очень веселая, не самая динамичная, очень долгое время перезарядки. По ТТХ, кстати, вы можете самостоятельно посмотреть, что у танка, нажимаете на него и с правой стороны видите таблицу. Так вот, ребят, время перезарядки здесь составляет, грубо говоря, 14 секунд. Да, у него неплохая альфа в 430, но все-таки, ребят, 14 секунд это долго. А машина не настолько круто забронирована, как хотелось бы, имеет свои слабые зоны, обо всем этом я рассказывал в честном обзоре на данную машину, поэтому переходите, посмотрите и поймете, о чем я говорю. 8 тысяч однозначно машина стоит. Вопрос в том, интересно ли вам на ней будет играть. Для того, чтобы в этом убедиться, вам необходимо посмотреть какой-нибудь хороший толковый обзор. Как я уже сказал, он уже есть внизу, вот там вот в описании к видео. Вернусь на секунду к Эмилю 1951. Я просто подумал по поводу того, что не все игроки знают, что такое Эмиль 1951. Эмиль 1951 это практически полная копия проходного Эмиля на восьмом уровне в дереве сборной Европы. Поэтому уникального здесь ничего нет. Да, у него там кто-то жалуется, что хреновая броня, а мне, допустим, броня наоборот нравится. Просто отыгрывать от башни надо, и тогда, в принципе, все будет нормально. Эта машина обладает точно так же, как и проходная версия барабаном, который довольно долго перезаряжается. 3 секунды перезарядки между собой внутри барабана, это тоже долговато. Но зато есть 310 Альфы, и получается 930 среднего урона за один барабан, который вы откидываете за 6 секунд. Короче говоря, я бы сказал, что неплохо, но все-таки ты живешь от барабана к барабану, и это такой себе тоже довольно-таки нудноватый и одинаковый геймплей. Хотя порой этот барабан помогает добирать недобитков и делать по несколько фрагов за бой. Короче говоря, от боя к бою Эмиль 1951. Играться будет по-разному, да и результаты разные будет давать. Итак, ребят, поднимаемся выше, и все ближе и ближе приближаемся к самому жирному. Что касается AP-AMX 30, это французская средняя машина 8 уровня, 9500, я не совсем понимаю ценник на нее в таком размере. Ну, серьезно. Только потому, что это новая тачка сравнительно. Окей, хорошо. Но сказать, что это действительно какая-то там уникальная восьмерка, которая запинает за пояс полностью всех, кого не лень, ну, я бы не сказал. Есть в ней интересные моменты. Да, на ней можно делать хорошие результаты, но я, честно говоря, не понимаю. Покупать за 9500, когда можно купить за 7, тоже восьмерку, тоже средний танк, которая, ну, не хуже абсолютно играется. Ну, разве что для тех, у кого есть полностью все, а вот прям вот этой машины в коллекции нет. Тогда да, тогда вопросов нет. Можно покупать, потому что ценник, в принципе, тогда адекватен. Машина-то как ни крути новая. То же самое касается HWK30. Это тоже новая тачка на восьмом уровне, но это легкий танк. Очень похож на RU256 проходную. И многим из-за этого она не понравилась. Что-то интересное в ней есть, но крайне неживучее. Требует очень крутой сноровки. И 12000 данная машина не стоит однозначно, даже несмотря на то, что она абсолютно новая. Был бы здесь ценник, ну, не знаю, там, тысяч девять. Хорошо, я бы сказал, что можно брать, потому что новая машина. И, скажем так, не у всех есть. И многие, возможно, хотели бы ее попробовать. Но большинство игроков сошлись во мнении по поводу того, что проходная версия играется точно так же, а может даже и в чем-то лучше. Поэтому вот этого товарища я бы брать все-таки не рекомендовал. Что-то такое AMX 31 прототип. Это девятка премиумная, которую вы можете купить, как сейчас показано, за 9000. И в целом это нормальная цена для девятки. Но все-таки AMX не настолько крутая тачка, чтобы на него 9000 тратить. Я бы вам рекомендовал эти 9000 все-таки оставить у себя в кармане и, возможно, взять или восьмерку какую-то годную хорошую фармящую, или тогда уже доложить голды и приобрести какую-нибудь десятку. Кстати, по поводу еще одной девяточки K91. Здесь ценник в 10 тысяч. Сразу не рекомендую покупать K91 на Черную Пятницу, не потому что машина плохая. Машина классная, машина интересная. Но, ребят, K91 продавали в составе довольно жирного набора за 10 тысяч. С легендарным камуфляжом, с X5, с открытым всем оборудованием. Тут оборудка тоже есть, но факт остается фактом. По-моему, там даже конты какие-то были. Короче говоря, за десятку его выставляли уже несколько раз в составе набора, в котором был как минимум легендарный камуфляж. Поэтому, если вам надо K91, лучше приобретайте набор, который рано или поздно все равно появится на продаже. Что касается WZ-114. 11 тысяч. Ребят, не стоит эта девятка 11 тысяч. Довольно-таки нудноватый танчик. И ничего интересного он вам не принесет. Поэтому лучше проходите мимо, не тратьте 11 тысяч сюда. Лучше купите за 13 тысяч, допустим, себе пираньи. Это уже десятка, во-первых, будет. Во-вторых, пираньи однозначно зайдет тем ребятам, которые любят средние танки. Да, это номинально тяжелый танк. Но, ребят, его подвижность, его маневренность, скорость его перезарядки. Ну, вот единственное, что альфа у него не как от средняка, а вот как раз уже ближе к тяжу. И эта тачка максимально картонная по сравнению с другими тяжелыми танками на уровне. Поэтому данный танк необходимо рассматривать тем ребятам, которые любят играть на СТ. И хотят себе большой крутой СТ, который круто накидывает урон. Обладает точным орудием, обладает классной подвижностью. Просто суперски передвигается по карте. Ну, короче говоря, породистый, классный, крутой СТ с паспортом от тяжелого танка. Вот его за 13 косарей я однозначно рекомендую покупать. Потому что это десятка, которая стоит, как, грубо говоря, девятка в обычный базарный день. Ну и дальше, ребят, машины, которые просто-таки must-have. Самый лучший, по моему мнению, тяжелый танк на 10 уровне, как среди проходных версий, так и среди машин коллекционных. И одной премиумной, которая относится к чрифтейн МК-6, это ВК-9001Б Клинок. Ничего про него рассказывать не буду, просто берите. Потому что машина супер живучая, машина с крутым орудием, машина круто забронированная. Да, заднее расположение башни, но поверьте мне, буквально через 5 боев вы научитесь играть ромбом и выезжать из-за укрытий таким образом, чтобы просто не подставлять вот этот нижний бронелист, который в большинстве своем пробить можно голдой только. Поэтому, ребят, эта машина действительно стоит вашего внимания. Повторюсь еще раз, для меня лично это лучшая десятка на все века, наверное, по крайней мере пока. Может, когда-нибудь введут какую-то имбу, которая запнет его за пояс, но на сегодняшний день таких машин в игре нет. Поэтому ВК-9001Б, он же Клинок, однозначно достоин вашего внимания и однозначно достоин того, чтобы его приобрести себе. Поверьте, вы однозначно не пожалеете. Ну, может быть, пожалеет каких-то 1 или 2% игроков. Все остальные будут аплодировать стоя и писать мне хвалебные комментарии. Хотите посмотреть обзоры на Клинка, все, что на него есть, я выложил вот там вот внизу в описании. Потому что за вот эту тачку я действительно готов топить. Поэтому по нему будет, наверное, самое большое количество ссылок. Ну и напоследок еще один мастхев, но уже для любителей ПТХ. Это Объект 268-4. 17 тысяч данная машина в голом состоянии стоит однозначно. Круто забронировано. Вы действительно можете просто стоять на месте лицом вот так вот к своему сопернику. И поверьте мне, пробить вас будет ну прям совсем очень сложно преобладающему большинству игроков на десятках даже голдовыми снарядами. Поэтому в отношении живучести у тачки вообще никаких вопросов нет. Что касается орудия, да, долговатое время перезарядки, но 650, простите, единиц на подкалиберах на базовом снаряде. Это действительно очень круто. Слабоватый, конечно, осколочно-фугасный, всего лишь 52 миллиметра пробития. Ну и, честно говоря, альфа при таком пробитии в 800 маловато. Но я играю в основном просто на базовых снарядах и мне более чем достаточно. Что самое удивительное, что угол у данной машины по горизонтальной наводке 10 вправо, 10 влево. И вроде бы этого немного, но в целом этого хватает. А вот угол вертикальной наводки минус 5 требует действительно подготовки к боям и привычки. Но потом на интуитивном уровне ты начинаешь понимать, где и как тебе необходимо стоять. Ну и, соответственно, проблем у тебя это никаких не вызывает. В целом, мне машина очень понравилась. Я на данный момент очень сильно жалею, что я в свое время брал объекта за, по-моему, 25 или 27,5 тысяч голды. Сейчас могу взять за десятку дешевле, но все-таки уже купил. Поэтому не стоит грызть себе локти, а просто воспринимать все как есть. Короче говоря, вот эти вот две тачки, десятки, однозначно вам нужны. Ну а что касается вот этой десятки, то хорошенько подумайте, подходит ли он вам. Как я уже сказал, все, что у меня есть на эти машины, я добавлю обязательно в описании. Поэтому заходите, смотрите. Всем приятной черной пятницы. Ну и обязательно купить себе машину мечты. Я побежал снимать специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok